Логично предположить, что если Луна закрыла Солнце, они одного размера, иначе бы у нас не пропал вдруг свет. В данной системе это работает, все логично. Это уже сейчас мы понимаем, что мир устроен немножечко сложнее. Я даже уже не отвлекаюсь на это, потому что я такая встала. Ими здесь может случиться все, что угодно. Возможно, наши потомки через 500 лет тоже скажут, что мы в чем-то ошибались, и мир чуточку сложнее, чем мы себе представляем. Если вас заинтересовала наша кафедра, то можете подойти после экскурсии и узнать еще что-нибудь интересное. Спасибо за внимание. Медицина полевая. Где лечит, по большей части? Гуманно. Вот, вот человек, который знает гораздо больше, чем я. Давайте спросим его об этом. Сейчас я вам немножко расскажу о наших предельщинах. Я не си, я оттуда, мы его состав делаем. Так вот, если посмотрите на это много уважаемого господина, ну, уважаемый доспех, шлем. Так вот, этот господин решил пренебречь, не купил хороший доспех, а пошел в горе сезон, ну, точим, попроще. И в результате получил ранение в область песка. Не просто ранение, скорее всего, как мы подозреваем, доктор, черепно-мозговое, родовкость. Вот наша система, наша вторая система, когда сделает подрез кожа, и она не снимается, она отодвигается. После этого берется, да, это трепанатом. Мы проверяем, если, условно, надо их удалять. Вырезаем очень аккуратно. После этого вычищаем остатки костей. И ставим на их место вот эти заженые, сережные монеты. Вы сами понимаете, это достаточно дорогая операция. Можем подесчевлеить железо, но не факт, что человек после этого больше не выживется. Такие заражения крови от ржавого железа, но самое очень вкусное. После этого это все накладывается кожа обратно. И эта монета пришивается таким образом к человеку. Человек же может некоторое время походить вполне себе спокойно с этой монетой. На самом деле, если вспомнить современную чиперницу до с первого века, то у нас такая же пластина, только титановая. С какой применяется. Помимо вот такой вот замечательной хирургии, у нас использовались травы. И у нас есть замечательная фига травы. Ой, вы видите, там может, там может попахнуть, там сейчас будет пухать. И травы, которые мы используем в мире, почти половину болезни, лечилась через траву. Салфир, ромашка. Использующие хоры, когда они были из себя в птице, лечили везде. Я там не видел. Что еще? А, отдельно хотелось бы сказать, что он анестезий, в тот период, у всех всех не было. В качестве анестезии использовали венок, травы и веки, чаще всего берут в кит более гуманно. То есть человек может даже эту операцию после истерятки, да и не вошел. А было и редкое исключение, когда у вас настолько привозили эфир. Ну, это прям редко-редко и мало куда-то, очень хорошо. Вот. Кроме того, что вы проводите операцию на черепе, проводили операцию на руках, ногах. Будем откровенны, большей частью этих операций это ампутация. Если нога пошла в заражение, то лечить бесполезно. Могли еще куда-то прижигать, но если рана пошла глубокое заражение, вот тоже не убежно, проходилось ампутировать. Для этого, как и сейчас, над и под непосредственно местом отсечения делали сгубки, проводили ампутацию при помощи тела. Как всегда, без анестезии, но и литератка. Да. Были еще, помимо отсутствия, достаточно сложные операции, например, в сервере сечения. Было-то вперед. Ну, вот, у нас туда дали вопрос ранее. Операции по таких вот внутренних органов, вот как у нас сейчас проводится, сердце, их не было, потому что знаний о устроении внутренних органов было мало. Спасибо, коллега. Это сляпочного доктора, да, да, да. На самом деле, это очень эффективное средство, вот, мясо и мясо, и мясо, и мясо, и мясо, и мясо. И мясо, и мясо, и мясо, и мясо, и мясо. Ну, что ж, спасибо, коллега. А мы продолжим дальше движение. Нам нужно еще посидеть два замечательных места. Наша любимая кафедра риторики и замечательный скрипторий. Что такое скрипторий? Скрипторий – это место, где сидят писари, возможно, монахи, которые занимаются переписью, конечно же, священного писания и других некоторых научных книг. Кстати, обратите внимание направо, здесь находятся торговые ряды, где вы можете потом подойти, посмотреть, приобрести какие-то вещи, предметы. И, в общем-то, там, все там. Мне кажется, что скрипторий я несколько раз начинал, и вот, я сейчас, давайте подойдем к нашему кузнецу. Кузнец очень опасен для меня, как человека, который водит вас здесь, потому что все подходят, смотрят на работу кузнеца минуту, две, три, пять, тридцать, двадцать, и все, как бы, собственно, все остаются у кузнеца. Все любят кузнеца и обязательно забывают про наш замечательный магазин тканей, где вам могут рассказать про ткани, про одежду и швейная мастерская. Так, конечно, никто туда не пойдет, потому что все залипы кузнеца. Кстати, один молодой больно-слушатель целых восемь часов стоял возле кузнеца. Сбал, если не ошибаюсь, пять предметов быта. Да, он прям... Мне кажется, кузнец сам может немножко рассказать про этого замечательного... Но он не хочет, потому что он... А, вы заработаете? Да. А-а-а... Вы можете задать какие-нибудь вопросы... Я думаю, что я героически превозмогал, пилился до ножек, ковал кочергу. Показывал мастерства, стойкости. Вы можете задать ему вопрос по поводу его работы? Откуда он приехал? Сколько нужно учиться на кузнецах? Ну, у нас старший мастер работает с 62-го года. Вот сколько вы уже сейчас лезут? 62-го? И до сих пор учатся. То есть нам уже смысла нет начинать? Нет, если ты ходишь вон на красные ворота, в палату ремесел. Доходная работюнка, хозяин? Нет. Хозяину доходная, она мне очень. Ну что ж, если нет больше вопросов, тогда пойдем все дальше. Это наша территория, о которой я не смог договорить. Ну конечно. Территория у нас есть для печатных становок. Что же вы с учатного статка? Ну представьте, монах Кирилл сидит, торпит на одной книге. Может быть даже год, может быть даже два, пишет одну книгу. Четко, выявлено, филеграфически пишет. А печатный станок, допустим, если монах пишет одну страницу, он пишет и может ее писать много часов, несколько часов, одна страница. А печатный станок делает это за пять минут, даже, я думаю, наш Мартин скажет, что даже меньше. Также у нас здесь находится лид-гриф, который занимается переводом с 3-ти кубико, который очень важен. И, собственно, наш гитописец, к которому как раз я хочу обратиться, потому что у него есть очень интересная история про картинки на полях. Давайте, кто сможет, пройдемся внутрь, кто... Я привел вам целое огромное количество абитуриентов, которые, возможно, придут вам помогать в вашей летописи. Не могли бы вы рассказать им про единственное развлечение, про картинки на полях? О, картинки на полях, друзья. Это я вот только что упоминал в сокращенной версии эту историю. Сейчас, позвольте, я очищу пирог от души, прежде чем перейти дальше, потому что не хотелось бы править его совсем заново. Вот. И мы, несомненно, приступим к взгляду в прошлое. Так, друзья мои, позвольте, осторожненько. Что вы хотите, листочек, конечно, смотрите, это вам. Картинки на полях, друзья. Давайте, наверное, обратим внимание, я возьму свой любимый указатель. Да, мы посмотрим как раз на композицию, из чего же обычно состоят картинки на полях и откуда они берутся. Чуть-чуть снова. Ну, спасибо. У нас обычно есть некие, у нас, в смысле, в средневековом скрипториуме около 15-го века, можно найти главное и основное, чем занимаются средневековые монахи. Это, конечно же, мешает мне вести мою маленькую лекцию. Друзья, если вы находитесь в моем скрипториуме, пожалуйста, за... молчите. Спасибо, очень помогаем. Итак, мы можем обратить внимание на эту короткую молитву, которая здесь показана, и то, что рядом с ней довольно богатое активное убранство, да. Есть две профессии внутри скрипториума, особо важные. Это, соответственно, скриптор, тот, кто занимается текстом, и люминатор, тот, кто занимается картинкой. Вот. Но при всем при этом, в маленьких скрипториумах, да, обычно и скриптор, и люминатор, это мог быть один и тот же человек, потому что, давайте положим руку на сердце, найти человека, который, а, может нормально держать в руках кисть или перо, и, б, умеет читать и писать, это довольно непросто. Вот. Поэтому, когда наши средневековые монахи постоянно копируют тот или иной святой текст, например, Библию, да, которую вы издаете снова и снова и снова и снова, потому что это как раз то произведение, которое не теряет актуальность, и вы не можете там что-то поменять, да. Сюжет всегда один и тот же, текст всегда один и тот же. Единственное, чем вы можете, так сказать, развлечь свою буйную фантазию, это картинки на полях. У каждой главы есть заставка и концовка, у многих страниц есть боковое дополнительное ордоментальное оформление и так далее. И поэтому очень часто возникали показаемые маргиналии. Это картинки на полях. Собственно, слово маргиналии или маргинальный, да, когда мы сейчас его слышим, это что-то особенно плохое. Позвольте одну секунду. Спасибо. Итак, когда мы говорим про маргиналии, мы слышим какой-то негативный оттенок в этом всем, но на самом деле люди-маргиналы, это люди, которые жили в стороне от города. Так и картинки маргиналии, которые на марджин, да, на свободном месте, в стороне от текста. Вот. Поэтому средневековые монахи активнейшим образом развлекали себя тем, что создавали абсолютно уникальные визуальные произведения, в том числе один из прекрасных средневековых мотивов – это улитки. Огромные улитки, которые нападают на людей. Вы спросите меня, неужели, ну, за ним возможно найти что-нибудь пострашнее, чем, ну, улитки. Да, тем не менее, тем не менее, друзья, давайте попробуем, как это принято на хип-хоп баттлах, деконструировать образ врага. Да, перед нами существо, заметьте, эпитет бесхребетное, слизкое, которое движимо всего лишь несколькими базовыми нуждами – это похоть, жажда и голод. Да, более того, это существо трусливое, потому что при первой же опасности оно прячется в свой хитиновый, да, какой-то роговой панцирь и оттуда более не выказывает своих рогов. Более того, сами рога также могут намекнуть вам на связь этого существа с нечестивым. Поэтому, когда в Святом Писании мы встречаем рыцаря, который молит Господа, или человека, который молит Господа о спасении, он молит Господа не о спасении от самой, наверное, радиоактивной улитки Средневековья, да, а от образа нечистого грешника. Вот, поэтому, когда вы видите, как Шевалия защищает свою женщину от гигантской улитки, он защищает не ее от того, чтобы гигантская улитка покусала ее за подол, да, а он защищает ее честь от тех, кто ниже, да, от тех, кто недостоин. Другая популярная теория говорит, что популярные изображения на маргиналиях вот этих жутких улиток восходят к династии ломбардов. Если вы знакомы с магазином похожего названия, вы, наверное, знаете, чем они занимаются. Берут и скупают вещи, да, а потом либо возвращают их за огромные деньги, либо занимаются еще другими экономическими операциями, в большинстве случаев наживаясь на тех, у кого нет другого выбора. Собственно, название магазин получил от династии ломбардов, которая была и известна своими экономическими операциями и популяризацией ростовщичества. Вот, поэтому как раз расцвет движения и династии ломбардов, и появление улиток совмещены по историческим, соответственно, датам, что крайне интересно. Но не улитками едиными полнятся страницы средневековых текстов, и если вы посмотрите на наш следующий стенд, вы увидите то, что я люблю еще больше, это, друзья мои, кролики-убийцы. Существует чего-нибудь более важного в маргинале, чем кролик, который подходит человеку и бьет его дубиной. Почему именно кролик? Да, почему он атакует человека? Дело в том, что... Пахался, я сейчас буду кипятить, и сейчас что-то я вас заберу. Будьте старостны. Да, кролики занимаются не только, так сказать, нанесением тяжких телесных повреждений, случайно встреченным, но они могут делать все то же самое, что может делать человек. Вот кролик-путешественник, который носит детей за спиной. Вот кролик-шевалье, который на собачке верхом бежит куда-то дальше, да, скачет, можно сказать. Но каждый из этих кроликов создавался для увеселения и для развлечения монаха. Почему именно кролик? Да, потому что это как раз то смиренное и простое существо, которое никогда не, так сказать, делало бы, например, никогда бы не атаковало человека. Более того, если проводить аналогию с современным миром, то как раз, когда мы с вами видим огромное количество мемов с котиками в интернете, который ха-ха-ха, котик в шляпке сидит и пьет вино, да, ха-ха-ха, забавный котик, да, это существо, которое делает то, что делает человек, будет в таком себе перевернутом мире, мире наизнанку. Время от времени маргиналии с подобными кроликами также изображались вверх ногами, как бы усиливая ощущение от того, что этот мир сдвинулся. Здесь дальше ничего не изображено, можете не искать тайных посланий. Движемся дальше и увидим еще некоторое количество кроликов и то, чем они могут заниматься. Здесь кролик, который играет на музыкальном инструменте, на волынке, а рядом очень воспитанный кролик, который, как и я в начале этой лекции, говорит, ребята, соблюдайте, пожалуйста, тишину, тут человек на волынке играет. Да, в то время как два других кролика активно атакуют своего обидчика. Вот, собственно, еще одна картина, которая показывает кроликов, которые охотятся на человека. И, что самое важное, друзья мои, чем дальше мы движемся в истории, тем чаще мы встречаем такой термин, как кроссовер. Сейчас многие из вас ходят в кино и видят Бэтмена, который встречается с Суперменом, всех Мстителей, которые вместе объединяются, чтобы противостоять Таносу. Я готов представить вам свой самый любимый кроссовер 15 века. Это улитки и кролики. Здесь вы видите кролика верхом на улитке, который атакует собачку верхом на улитке, но нижняя маргиналь, моя самая любимая, это кролик, который делает вид, что он шевалье. Шевалье это шеваль, по-французски это лошадь, да, рыцарь, который называется риттер или же наездник в немецком языке, в французском языке называется шевалье, то есть человек с лошадью. Лошадь это очень дорого в средневековье, лошадь это очень дорого и сейчас, чего уж там. Да, поэтому человек, который может позволить себе лошадь, он богач, он скорее всего аристократ. Вот, и как многие аристократы на охоте использовали ловчую птицу, так и здесь мой самый любимый кролик верхом на собачке использует полюсенькую улитку, которая сидит у него на перчатке и наблюдает за потенциальными жертвами. Друзья мои, несомненно, время не стоит на месте. Постоянные изменения в маргиналиях, в том, каким набором, так сказать, шрифтов, да, пишут современные мне в 15 веке писари. И скрипторы снова и снова меняются в зависимости от региона и цивилизации, но неизменно одно. Людям продолжают нравиться важные и нужные вещи. Люди любят, чтобы все вокруг было красиво. Люди продолжают задавать себе вопрос, что сильнее добро или зло. Люди, естественно, продолжают любить неоправданное дикое насилие. И более того, люди продолжают любить удивительные кроссоверы из разных вселенных, которые, несмотря на разницу в 500 лет, повторяют один и тот же прием, которым мы продолжаем пользоваться в современности. На этом я подведу небольшую черту и скажу, что маргиналии, которые в 15 веке были тем, что должно было находиться в стороне. От текста для нас, жителей века 21-го, являются удивительным окном в мир людей, которые создавали, восстанавливали и, конечно же, переписывали настоящую и удивительную литературу. На этом все. Спасибо, что зашли. Спасибо, профессор. А мы отправимся дальше. Собственно, как недавно зашел мой коллега-профессор с кафедры Виторики и сказал, что ребята, подождите, мы идем бить итальянцев. А вот в России говорили, да? Какие времена? Какие нравы? Профессор Виторики и везем бить итальянцев. Ура! Поэтому кафедра Виторики несколько пустую, садягиваю там несколько человек, можно попробовать подойти к ним, задать к ним. А, нет, да. Ну, сразу третье. А они там и играют в кости. Ну, посмотрите. Кафедра Виторики играет в кости. Как так можно? Как так можно? Ну, тоже важно занятие. Ну, что ж, что я могу сказать? Я думаю, через некоторое время они все-таки побьют итальянцев вернуться сюда. Здесь к 7 часов будет танцы, если не ошибаюсь. Можно будет потанцевать с этим вот танцем. Нет, с вами. Вы можете танцевать с нами, вы можете танцевать друг с другом. Пойдем. Это будет 7 часов. Я думаю, через несколько, может, минут 15 придет сюда профессор Виторики и вы можете задать им много вопросов. Он очень интересно рассказывает и объясняет многие моменты истории. Собственно, на этом экскурсия наша заканчивается. Спасибо, что пришли. Также я бы хотел попросить, если вам понравилась наша экскурсия, вы можете зайти на наш сайт и проголосовать за нашу площадку. То есть мы хотим... В прошлом году мы заняли четвертое место. В этот раз мы хотим подняться повыше, занять третье, а может быть, даже и первое. Так что спасибо, что пришли. Спасибо. Так, здесь что у нас? Игра в монетки. Мы играли в домик счастья, а теперь мы играем в счастье. Давай еще этот памятник глянем. Спасибо.